Всем привет! Добро пожаловать! Вы попали на канал Мегапушки. И сегодня мы будем играть на карте Песочница. И это будет очередная серия из рубрики Кружок рельсоводов. Как мило я ее вот так называю. Если вы вдруг не поняли, то это канал, посвященный одной всего лишь игре Танком Онлайн. Да, вот такой вот у нас суровый канал, посвященный всего лишь одной игре, всего лишь Танком Онлайн. Такой можно сказать не канал, а такой каналище. Ну, немножко я тут уже зазвездился. Давайте, конечно, вернемся в игру. Я скажу вам, что я уже по вам, по вас, или как сказать, по всем соскучился. Надеюсь, вы тоже. Получается играть раз в неделю. С последнего видео прошла целая неделя. И, конечно же, пользуясь случаем, я хочу напомнить, что, как у нас заведено, в эту пятницу, как всегда, традиционно состоится очередная битва с подписчиками. То есть я заранее уже немножечко порекламирую, хотя не знаю. Может быть, это уже и не стоит делать, потому что народу так много и не все попадают. Много таких, которые расстраиваются из-за этого. Но все же традиционно я продолжаю напоминать, что, как и в прошлые разы, так и в эту пятницу, 17 января 2014 года, в 19.00, по московскому времени, я не устану повторять этот день и это время. Место встречи изменить нельзя. Так что, пожалуйста, рассчитывайте сами свой часовой поиск. Кто живет на Украине, у того на 2 часа меньше, кто живет дальше там на восток России. Тут, смотрите, какой удачный у меня получается выстрел. Вот так вот сзади нанести этому вражескому флагоносцу и удачненько вернуть наш флажок. Так неожиданно вот так зашел я. Удачно. И счет уже становится 1-0 в нашу пользу. Да, это уже заявка на победу. Шучу. Это, конечно же, всего лишь первый флаг, который мало чего значит. Ситуация может поменяться в любую сторону, в любой момент. Мы же будем продолжать здесь не слишком сильно нубить. Но это, конечно, по возможности, смотря как получится. Да, конечно, подобные битвы на хоре рельсе, как известно, проходят на первом сервере в режиме без припасов, в режиме про. Это такой режим, который сейчас позволяет исключить припасы, исключить выпадение кристаллов, превратить их в фонд. Что очень даже удобно для тех, кто не хочет аффлекаться на всякие там ящички с кристалликами, да с голдиками. В общем, все очень так отлично. И сегодня я вот после очередной паузы возвращаюсь в этот режим. В этот суровый режим, в который вы попадаете. Где очень много опытных игроков. И, конечно же, присутствуют такие цари, ТО, которые всех подряд называют нубом. Ведь всегда в каждой битве существует... Ну, не в каждой, а во многих битвах существуют такие цари. И по сравнению с которыми все остальные полные нубы. Так что будьте готовы, что если вы зайдете на первый сервер, попадете к таким вот суровым рельсоводам. Битву вас тоже могут назвать нубом вполне себе легко и просто. Так что будьте, пожалуйста... Имейте, пожалуйста, запас прочности как в танке, так и в своей психике. И будьте морально устойчивы к этому. Ибо для некоторых слово нуб, конечно, не является оскорбениями. В то же время другие люди это могут счесть для себя немножко обидным словом. Так как слово нуб, оно происходит, скорее всего, от английского слова. Ведь в русском словаре Владимира Даля, если такого, знаете, нет такого слова нуб. Это не логизм, это новое жаргонное слово, которое к нам пришло из другого языка. Скорее всего, конечно же, с английского. Где, как все предполагают, оно означает новичок, неопытный игрок, начинающий. То есть вроде как английское слово нюби. Которое вроде как и обозначает новенький игрок, новенький ученик в классе, неопытный. И все такое. Но вот, наверное, именно так на русский его вот это нюби. Как будто бы в множественном числе. А в единственном числе вот нуб получилось. Хотя вот в английском языке это слово совсем не принято, не распространено. А также является редким таким сленгом. На самом деле слово нуб означает рак, краб и попросту игрок. Который вот не умеет играть, не имеется ввиду, что он именно начинающий или неопытный игрок. А скорее больше как бы обзывательство. В том плане, что ты вот играл, играл и так ничему не научился. Ну что же, давайте будем дальше продолжать здесь нубить, поднубливать. Вот в данный момент я не убил игрока на центре. И получилось, что бросил нашего флагоносца с половиной здоровья на центре без всякой помощи. Ну как бы глаз у меня, конечно, на спине нету, как и на затылке. Но, наверное, надо было как-то это чувствовать или предвидеть заранее. Здесь это очень важно. Игра такая тонкая, игра очень чувствительная. Каждое ваше движение, малейший промах, он может решить исход каждой схватки. Вот сейчас я тоже здесь промазал оверока. Конечно, если бы я попал, это был бы хороший, считался бы метким выстрелом. Но для этого надо было хотя бы попасть. Продолжаем играть. Здесь на карте песочница, если вдруг не поняли, это такая очень популярная карта, в которую играют не только в рандоме, но и в таком суровом режиме, как хори рельса. Вот такой вот кружок хори рельсоводов у нас открыт. Всегда, пожалуйста, приходите на первый сервер. Там полно таких битв с кристалликами без, с дропами и без, и даже с микропрокачками. Вот это должно быть интересно. Прокачать рельс вот таким образом, чтобы она всегда хорька выносила с одного выстрела. Но имейте в виду, что если вы прокачали рельсу, то, возможно, кто-то прокачал танчик. Так, здесь мы уничтожаем этого игрока. Немножечко защищаем нашего флагоносца, чтобы он немножечко дольше жил с этим флагом. Ведь нужно же флаг-то держать. И здесь вот опасный игрок на ДД. Вы видите, у него ядерка. Я вот хотел бы его уничтожить до того, как он нанесет выстрел по нашему драгоценному флагоносцу, чтобы наш драгоценный, вернее, вражеский драгоценный флажок оставался все-таки в наших руках, а не в чужих. Тут все очень напряженно, видите. Просто здесь идет убийство за убийством. Здесь надо рассчитывать каждый выстрел, каждый вообще промах имеет решающее значение. И даже то, куда, в кого вы стреляете, надо научиться. Но со временем этот опыт приходит. И, в принципе, игра будет идти на автомате. Я же последний раз тут играл. Опа, смотрите, как интересно получилось. Игрок на ДДшке меня, конечно же, убил. Но вот, когда я в этот же самый момент двигался прямо-прямо на него, получилось, что я его как будто бы откинул таким образом. И он даже перевернулся. Вот так вот, интересно, нейтрализовал я игрока с двойным уроном. А он-то думал, сейчас он тут всех перекидает, перестреляет. Так, этот пускай промажет. А вот этим двоим, вот так вот аккуратненько, мы стрелим в бочину. Так, наш игрок везет флаг. Он на ДДшке кого-то там отстрелил. Сейчас здесь, ага, есть кому подхватить. Отлично. Ну и что же, опять же, вражеский игрок. Но я знаю, что он надамажен. Я когда-то их пронзил обоих. Поэтому тут он с одной рельсы, конечно же, помрет. И где же, где же доставка? Что-то я не понял, что произошло. Какое-то небольшое недоразумение. И вражеский блок игрок так удачно клинивается между нашими игроками, что не позволил даже им доставить такой, казалось бы, гарантированный фраг в последнюю секунду. Видите, как здесь бывает решающее вообще какое-то микроскопическое движение. А ты, дружок, откуда здесь взялся? Ёлы-палык, какой нежданчик. И такой неожиданный промах. Ну что же, вроде бы здесь есть. Кто-то, ребята, в резерве, наверное, подхватят все-таки. Отлично. Так, ящичек с нетрой, наверное, брать я не буду. Пусть, может, достанется кому-то. Тем более, что меня так легко слили. Надеюсь, что этот ящик возьмет кто-то другой более целый. Да, вот уже его кто-то и взял. Отлично. Так, ну, этому игроку дать с флагом мы, конечно, с нашим, наверное, не позволим. Правильно? Зачем ему ехать с нашим флагом, с нашей базы? Не надо. Так, вот тут игрок на ДАшке. Смотрите, он берет еще одну ДАшечку. Жучий такой. Но уже, я смотрю, там его такие, значит, намерения немножечко обломались. Ух ты, смотрите, три вражеских игрока и все на нашей базе. Вот это да. Но это значит, что, в принципе, их база в данный момент не прикрыта. И если бы кто-то там устроил небольшую диверсию, то, наверное, мог бы выхватить флажок. Но пока что, я смотрю, флажки находятся каждый на своем месте. Так, и опять наш флаг взяли. Вы видите, как хлещут эти рельсы со всех сторон. И надо бы играть здесь почаще. Все очень здесь напряженно. Особенно после последнего до ребаланса, переребаланса. И смотрите, наш флаг доставили. Счет 3-1 пока что в нашу пользу. Но враги, похоже, нашли какое-то слабое место в нашей команде. И пытаются этой уязвимостью воспользоваться. Но мы-то, наверное, не дадим все-таки этим воспользоваться в полную меру. Надо будет здесь вот какую-то найти позицию, с которой можно какой-то контролить часть этой карты. Так, вот смотрю, игрок тащит флаг. Надо его как-то прикрывать. Толкнуть бы его чуть-чуть. Но он тоже вот знает, что я его могу толкнуть. И вовремя остановился. Ну, жаль, что некому там подхватить флаг. И да я и сам не жилец всего лишь на одну рельсу. И смотрите, счет уже 3-2. Вражеский игрок, видимо, нашел какую-то стратегию, которая работает в данный момент против нашей команды. Что же? Интрига накаляется. Страсти растут. И тут что происходит? Здесь мы везем флажок. Надо помогать. Ух ты, промах. Видите, вроде бы, казалось бы, и рельса прямо так стреляет, что... Как бы поверх танка не выстрелить. Но почему-то порой, видимо, с какой-то раскачки или из-за лагов получается, что рельса промахивается. Так, мы доставляем этот флаг. С горем пополам. С какими-то такими... Тут передачами по ходу дела, да. Частенько приходится вот так по очереди перехватывать этот флаг. Он передается как эстафетная палочка из рук в руки. Так, ничего себе. Целый ругрок недодамаженный. Да еще на нашей базе. Да еще и с флагом. Это уже не порядок. Так, меня сливают. И, по-моему, наш флаг все-таки движется. Уже слишком-слишком далеко от нашей базы. Попахивает чем-то не очень хорошим. Но не будем унывать. Будем продолжать отстреливать. И что-то надо делать. Вроде бы вернули наш флаг. Да. Все спокойно. Замечательно. В последние там метры, которые оставались вражескому игроку. Так. Опа. Момент неплохой. Чтобы взять флажок. Ну, уже смотрите. Только я взял вроде бы все чисто, спокойно. Как уже из-за угла. Втихаря кто-то пожидал. Подтихаривал. И дал мне на прощание такую уходящую легкую такую рельсу. Но, несмотря на то, что стрелял человек издалека, как известно, рельса наносит урон полный. Вне зависимости от расстояния. Конечно, ну, что они тут творят? Сбросили флаг. Ну, наверное, все-таки будет доставка. Я думаю, да. Доставка происходит. Счет уже 5-2. В нашу пользу игра идет до 7 флагов. В принципе, осталось играть не так много. Я думаю, если эта битва закончится так, как вот в такой же скорости, как она идет сейчас, то мы обязательно сыграем еще одну битву. А может и не одну, смотря как она пойдет. Я, конечно, стараюсь выложить видео такие, может быть, чуть более удачные, чуть более интересные. Хотя, на самом деле, играю, конечно же, больше. И звание, если вот вы засекали, замечали, многие обращают внимание, что звание быстро растет. Ну, оно быстро у меня росло в последнее время, потому что я был, конечно же, на увеличенном, на повышенном опыте. Опыте, который давал мне 30% бонуса к вот этим очкам, которые уже и влияют на рейтинг. Кстати, я бы вот так подумал, а почему бы не сделать вообще такой вот повышенный опыт, как не 30%, а пусть будет 100%. То есть, в 2 раза быстрее растет опыт. Пусть он стоит подороже, допустим, тем игрокам, которые вдруг нет много времени вот качаться, грубо говоря, вот сидеть. Ну, а пока что давайте оставайтесь на канале. Это видео закончилось, но мы продолжим через пару секунд. Итак, вы остались на канале, вы сделали правильный выбор, занимайте места поудобнее, принимайте удобную позицию. Мы продолжаем нубить дальше. Эта битва, как вы видите, только начинается. На счетчике у нас 0-0, и мы на всех парах врываемся сюда. И будем сегодня здесь биться, драться, стреляться, убиваться и все такое. В общем, интересно, на самом деле, кто из вас чем любит заниматься во время просмотра подобных видеороликов? Может быть, кто-то любит что-то пожевать, что-то покушать, что-то, я не знаю, попить, принять что-то другое там внутрь или чем-то в это время заняться. Может быть, даже кто-то умудряется поспать в это время. Вполне себе неплохое применение, как мне кажется, подобным видеороликам. Я лично, ну вот, когда смотрю какие-то такие ролики, люблю себе иногда порой сделать, ну, попкорн пожевать. И иногда даже люблю покушать, ну, раз уж начал говорить, то, наверное, скажу, люблю кушать растворимые макарошки. Это, ну, доширак или попросту бомж-пакет. Да, на самом деле, ставьте лайк, если вы тоже любите растворимые макарошки. Шучу. Давайте будем дальше просто играть. Ну, шучу насчет лайков, а макарошки-то мне нравятся. Давайте будем дальше играть, стрелять, защищать свой флажок. В общем, всячески тут пытаться, значит, не допустить такой вот, значит, ситуации, когда наш флаг остается без контроля, и когда его может вывести кто угодно. Ух ты, интересный был выстрел. Я вроде бы был уже за углом, а он все равно у меня попал. Вот такие вот бывают лаги, так что нельзя действовать вот так в последнюю миллисекунду. Нужно иметь небольшой запас по движению. Нужно немножечко предугадывать, что у нас игроки могут немножечко лагать. Так что за углом нужно прятаться чуть-чуточку заранее. О, смотрите, как это мы сейчас оба одновременно промазали. Вот так вот мы и снубили, или опять же это такие лаги, то есть опять какой-то нужен запасик. Так, отличный промах, теперь надо прятаться, пока самому бонусу не щелкнули. Так, взял наш флаг, да и где же этот игрок? Он едет, ага, тут в центре какие-то прострелы. Вот это он и был, пошли, наверное, за ним. Куда же ты тащишь наш флаг? Ай-яй-яй, только не это, нет-нет, вот так вот мы тебе стрельнем. Ну, смотрите, мы возрастили флаг. Вот такие вот здесь у нас развязочки получаются. Одно движение туда-сюда, и ты потерял флаг, возврат. Играем в хоре рельсу, играем, значит, на песочнице без припасов. Для тех, кто вдруг не понял, вы смотрите канал Мегапушки, где мы играем в суровую игру Танки Онлайн на суровом канале, посвященном только лишь одной игре Танки Онлайн. Да, и счет уже 1-1, интрига у нас разгорается. Значит, силы равны, все игроки один другого более-более, значит, круче, более опытней. Ну что же, будем, не будем унывать, будем продолжать дальше. Учиться, обучаться, привыкать к новой физике. Танки сейчас как-то вот ездят побыстрее, кружатся побыстрее, они как-то так интереснее сейчас подпрыгивают при выстреле, так одновременно могут перевернуться. То есть, если вы с игроком одновременно нажали выстрел и стреляли вот в друг друга, то, скорее всего, есть такая вероятность, что вы оба можете перевернуться. То есть, зависит тут все от того, кто нажмет заветную кнопочку выстрела чуть раньше, чтобы сбить прицел, ну, или же, конечно же, добить игрока, если тот раненый. Так, что-то тут наш флагоносец бедный зажали его за этим домиком. Нужно его тут всячески спасать. Вот такие хитрые маневры. Не дадим мы тебе, дружок, не дадим по нему стрелять. Вот так вот, не стреляй по нашему флагоносцу. Нам этот флаг самим нужен. Так, что тут происходит? Они никак не выйдут из этого домика. Вроде бы, флаг-то уже на месте. Могли бы уже и поставить. Что-то так долго они там кружили-кружили вокруг этого домика, наверное. Наверное, заигрались. Понравилась им такая игра в догоняшке вокруг домика. Так, и наш флаг уже опять в опасности. Вы посмотрите, что творится. Ёлки-палки. Что-то тут, неужели они поставят этот флаг? Да, смотрите, они ставят этот флаг. Вот такая у нас интенсивная игра. Такая интенсивная борьба за флаг. Все очень сложно. Нет ничего здесь такого легенького. Здесь вам ни фриз, ни огнемет. Это суровая хоре рельса. Да, кстати, я вот заметил одну вещь. Не знаю, заметили ли вы, что до последнего переребаланса Еще здесь было позволительно играть на васпе. То есть, можно было одеть васп. И, в принципе, в тот момент одинаково, что васп, что хорнет. Они были такие медленные. И такие, грубо говоря, слабовато они ехали. Сейчас же, после этого ребаланса, когда прибавили скорости, То разница между васпом и хорнетом стала более заметная, более ощутимая. Поэтому на этой карте васп уже, можно сказать, переигрывает хорнета. То есть, достаточно иметь один васп в одной из команд, Как тут же игра становится несколько другой. Конечно же, в пользу васпа. Васп реально такой быстрый, маневренный, Что когда вы на нем поворачиваете, Мне кажется, что это не танк поворачивается, А поворачивается кругом вся карта вокруг танка. Причем так быстро это происходит, Что иногда очень сложно входить в повороты. Но, в принципе, к васпу еще можно привыкнуть. Но вот немножечко привыкнуть к хорнету сложнее. За счет, из-за того, что он еще и резко поворачивает. И его еще так нехило заносит на повороте. Он скользит, вот этот дрифт. Так, по мне, сейчас тут наверняка будут бить. Хотелось бы спрятаться. Да, по мне, правильно били. С того угла. Но, слава богу, тут был на подхвате игрок, Который и доставил тот самый флаг, Который я с таким трудом притащил на базу. Так, здесь меня уже наказывают за такое внезапное вторжение по правому флангу. Но хотя бы одну рельсу они прострелили мимо. И то, ладно, увернуться от одной рельсы надо тоже здесь уметь. Потому что все стреляют очень метко. И самому стрельнуть метко. Опа, смотрите, как интересно сейчас. Вроде бы, вот когда прыгаешь с бортика, Хорнет такой устойчивый. Так, на прощание мы, наверное, ему сделаем выстрел. Хм, но, видимо, недостаточный был какой-то... Недостаточное попадание в угол. И прицел ему совсем-таки не сбился. То есть, при... В тот момент, когда вы прыгаете с бортика, Танчик такой чувствуется, что стал более устойчивым. Но когда происходит вот столкновение как-то с другим танком, Или же происходит эффект от отдачи выстрела, После выстрела, то танчик как-то слишком уж прыгучий, Как мне кажется, становится. Ну, может так оно играть веселее. Но мне кажется, что это больше сделано для паркура. То есть, в игре, конечно, есть много игроков, Которые любят паркурить. То есть, там, заезжать друг на дружку, Прыгать там на домики, туда-сюда строить пирамидки, Друг с дружкой кататься вот так, Такими, знаете, башенками. И заезжать с друг с дружкой на какие-то там возвышения архитектурные. В общем, наверное, по просьбам таких игроков, Видимо, их не так уж и мало в игре, По просьбам таких игроков, Вот физика была изменена еще и в их пользу. То есть, легче теперь заехать на стенку. Вот если вы видите здесь стена, Вокруг карты, вот это, да, То раньше в нее можно было просто упереться, И танк там начинал либо скользить, Либо попросту упирался и стоял. Сейчас же, если я бы заехал на эту стенку, Танчик сразу бы начал на нее вскарабкиваться. Это же, очевидно, сделано как раз таки для паркура. Ну, будем видеть, как это будет дальше влиять на игру. А пока что играем себе тут на расслабончике. Я смотрю, тут в команде противника что-то, Какое-то обновление, по-моему, зашел новый игрок. Так, и здесь у нас, значит, размин. Надо здесь как-то их обхитрить. Ну, давайте, стреляйте. Ну, тут вот внезапно появился игрок. Ну, вроде бы я все-таки попал по этому рельсоводу, Который сейчас вот только что сбросил наш флаг. Именно потому, что он сбросил наш флаг. Я могу судить, что он уже раненый. Да, и его тут добивают с одного выстрела. Вот такая вот задача. Здесь оставить каждого раненого. То есть, желательно даже не добивать, А попросту оставить его уже надамаженным на одну рельсу. Как видите, вот здесь игрок на корпусе М1 или М2. Я что-то не очень, честно говоря, вижу. Но в танке с краской, с небольшим резистом от рельсы, Чтобы позволять более стабильно выдерживать две рельсы. То есть, чтобы не ваншотиться. Ну, пока что вроде бы он не ваншотится. Посмотрим, как оно будет дальше. То есть, вот здесь можно сурово так играть. Даже с невысоких званий. Никто, ничего, никаких претензий сейчас. Хорны это достаточно шустрые, бустые. Что даже вот в такой модификации, как у того игрока, Вполне себе подходят для игры. Вот, пожалуйста, с другими корпусами, Которые там докачаны до М3. И все такое. Тем более, чем хорош такой режим, То, что здесь не нужны никакие микропрокачки. То есть, это такой самый экономный режим. Здесь не нужна топовая краска. Здесь нужна только пушка. Здесь нужен корпус, хорнет и рельса. И все. И вы уже можете. Вот, наверняка есть такие игроки, Которые очень давно играют. Режим постоянный. Даже, может, не являются никакими донаторами. Не донатят в танки. Но, вот, могут себе позволить играть здесь наравне даже с другими игроками, Которые там вкидывали какие-то деньги в игру. И вполне себя комфортно чувствовать. Даже со временем, при достижении определенного звания, Прокачиваться до М3. Тем временем, счет 7-3 в нашу пользу. Запас у нас, в принципе, достаточный. Можно себе позволить играть немножечко на расслабоне, можно сказать. Четыре очка в нашу пользу. Но, если игра будет идти такими темпами, То, я думаю, мы еще с вами поиграем одну, А может быть и не одну игру. Смотря как она пойдет. Так что, запасайтесь попкорнами, дошараками, Или теми другими фишками, которые вы любите щелкать. Может быть, это семечки. Или что. Кстати, напишите в комментариях, что вы любите, значит, жевать. В то время, когда смотрите подобные фильмы. Мы все с вами почитаем, посмеемся. И, в общем, если вы делаете то же самое, То ставьте другим за это лайки. Посмотрим, что пользуется популярностью при просмотре видео на ютубе. Может, есть такие штучки, которые вы не знаете. И вот, тоже попробуйте, благодаря таким комментариям. И вам понравится. Так, что тут происходит? Микродуэль вокруг песочницы. Вокруг вот этих сооружений. И ожидание чего-то. Может быть, просто прыгнуть за флагом, чтобы прерывать такие ожидания. Но я смотрю, мою такую дерзкую попытку прерывает игрок в черной краске. Под ником Алион, по-моему. И возвращает меня обратно. Вот так вот, ненапряжно. И что же тут я вижу? Так, ничего себе. Они даже вот так, пока мы тут расслаблялись, что-то тянули, что-то приценивались, присматривались. Тем временем, вражеская команда не дремала, а просто вырабатывала тактику. И, похоже, нашла какую-то лазеечку. И вынесла один флажок. И теперь счет уже 7-4. Разрыв сократился до трех флагов. Но тут надо что-то делать. Одного врага нет. Эти вроде на перезарядке. Но тут по мне, конечно, щелкнули. Тут я вижу, по мне прошел промах. Надо бы здесь будет отстреливаться издалека. Ой-ой-ой, меня тут уже преследует. Надо прятаться. Но хорошо, что есть товарищ по команде. Хотя, я смотрю, он немножечко ранен на одну рельсу. Надо бы его срочно срез поподменить. Надеюсь, его не убьют слишком рано. Опа, наш флаг вернули. И смотрите, куда делает выстрел этот игрок. Почему-то он стрелял в меня. А зря. Стрельнул бы он лучше флагоносца. Так еще какие-то были бы шансы. Немножечко оттянуть. Доставку. Ну, вот такой вот сделал он выстрел. Или просто, может быть, другого выстрела ему там сделать не получилось. Так, здесь небольшой паркурс респа. Я очучиваюсь на крыше товарища. Ну, и у нас тут размен. Так, тут идет нападение. Сюда вроде бы меня не прострелят. Так, вот оттуда от меня вот хорошо прострелят. Но, с другой стороны, и выезжать вот за уголом мне тоже высовываться, даже выставлять зад туда опасно. Потому что там мне могут сделать тоже такой, знаете ли, не самый удобный прострел. Так, на меня здесь открыта охота. Ай-яй-яй-яй-яй. Он целый, он целый. Ууу, слава богу, есть товарищ по команде, который подхватит. Добьет того игрока. И даже доставит флаг. И уже счет 9-4 в нашу пользу. Ну, я чувствую, что победа уже близка, близка. Нам остается всего вроде как один флаг. Если никаких больше изменений не произойдет, то вполне возможно, что даже этот флаг может стать решающим. Я смотрю немножко, я тут вроде как разыгрался, вошел во вкус. Наверное, мы с вами сыграем еще. Но это будет вторая часть. Так что не переключайтесь, просто включайте новое видео. Но не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал.